Нихао! Сейчас мы находимся ещё неподалёку от школы, её здесь можно увидеть. Мы сейчас шли и думали, что было бы неплохо писать заметки для людей, которые едут, ну, не в путешествии именно отдыхать, а на долгий срок работать. И вот Денис сделал камеру, поэтому можно рассказать. Вчера я подумала о том, что необходимо всегда с собой иметь вещи, которые, ну, просто очень нужны, на которые не нужно платить время для поезда. Это обязательно должна быть шампунь, мыло с собой, желательно какая-то своя крупа, чтобы первое время... Гречку с собой возить надо, да? Ну да, чтобы первое время можно было кушать с каждой ночью. Подожди, ты давай, давай расскажем, может быть, первый день, как мы заселились, куда заселились и чего нам там не хватало. В общем, мы заселились в школьное общежитие, оно очень достаточно комфортное, оборудовано всей необходимой техникой. У нас есть микроволновка, стиральная машинка, душ в комнате, потевая вода напротив. То есть все необходимое, но не хватает таких мелочей, потому что постельного белья у нас не было, подушек не было. Мы первый день ночевали без них, вот вчера только приобрели. Да. Ну да, желательно вот такие вещи, даже как постельное белье брать с собой. Итак, о чем мы остановились? Да, в общем, необходимо иметь такие вещи. Вчера мы хотели отправиться в соседний такой пригород, в Хуаду. И не знали ни в какую сторону нам ехать, ни какой номер автобуса нам нужен. Никто здесь не может с этим помочь, потому что никто практически не говорит на английском на улице. И каким-то чудо-образом мы поняли, что нам нужен автобус за 2 секунды. Коллеги помогли, да? Да. Я их, наверное, уже задолбала в чате, я их постоянно все спрашиваю. В группу можно назвать «Ответь Анне». Расскажи мне о своих впечатлениях, как ты себя чувствуешь, какой климат? Очень душно, влажно, заканчивается сезон дождей. Постоянно хочется спать. И пить. Ну, пить, да. В номере не было ни стаканов, ни тарелок, никакой посуды. Поэтому пришлось кое-что докупать. Вот. Что еще? Цена чуть дороже, чем в России. На продукты магазинов. Но уличная еда дешевая. Ну, как-то раз взяли еду уличную, она была такая острая, что я не могла дожить. Что-то острое, что-то не очень острое. Что-то вообще не острое. Так что тут по-разному, на самом деле. Да. Если просят налить соус, значит он точно будет острый. Так что лучше. Ну, не факт, не факт. Много разных соусов. Ну, еда нормальная вполне. Приготовлено все. У меня, как ни странно, по сравнению с Индией, у меня тут живот ни разу пока не крутил, не болело ничего. Добавишь что-нибудь здесь, нет? Ну, пока все. Ага, ладно. Проезд в автобусе стоит 3 юаня. То есть примерно 28 рублей. Вот, мы сейчас едем на автобусе до метро. Метро в аэропорту, ближайшая станция. То есть это 5-6 остановок. Надо будет проехать примерно минут 25-30. Вот. А на метро уже можно добраться в любую точку Гуанчжоу. А тебе есть что сказать? Нет. Мы оказались, мы ехали в метро 35 километров, оказались в центре. И решили просто перейти дорогу под землей. А тут под землей оказывается целый город. Целый торговый центр. Бесконечная, бесконечная продажа, магазины. И море еды уличной, да. Цены от 6 рублей, скажу, от 60 рублей за питание до 300. От 60 до 300 рублей за какую-нибудь порцию чего-либо. Так, мы идем на рынок Тианхе спортцентр. Вот, километр нам идти где-то. На улице жара, наверно, плюс 35 и влажность. Вот что будет. Всем-всем-всем добрый день. Хочу вам показать спортивные объекты олимпийские в Гуанчжоу. Это просто огромное сооружение на огромной площади. Там футбольное поле. Вот эта вся зона, в которую я иду, она спортивная. Сейчас я иду к теннисному корту. Вернее, к теннисному центру. Там 13 кортов расположено. Всюду баскетбольные площадки. Столы для настольного тенниса. Тренажеры. Очень красивое футбольное поле. Очень красивое. Ухоженное. Я сейчас иду смотреть теннис. Здесь открытый чемпионат. Не чемпионат, вернее, но турнир по теннису международной. И прямо сейчас должна играть наша теннисистка Кузнецова. На нее не попал. Еще две встречи будут чуть позже. Не знаю, попаду или нет. В общем, я не любитель особо тенниса. Но подвернулась подработка. Может быть, что-то получится. Еще один футбольный стадион. Тоже ухоженный. Я не знаю, тренируется ли на нем вообще. Но пока здесь тишина и покой. А вот велосипедист у нас. Ну и так, любители не соревнования. Просто люди катаются. Да, я бы тоже катнул сейчас в горах во Франции. Спасибо. Спасибо.